всем всем большой привет пришло время показать свою косметичку которую я отобрала на март месяц давайте приступим в этот раз корректором будет вот такая палетка работать она такая большая палитра здесь есть также 32 цвета для выравнивания недостатков на лице зеленый это по моему красные прыщички если есть розовые если честно не помню что это а вот этот вот белый он такой с блестками я не знаю для чего он очень похож на такой странненький хайлайтер поэтому буду пробовать кто-то из девочек вот эти темные оттенки используют для корректирования лица я ни разу не пробовала не знаю рискну или нет попробовать но вообще это палитра корректоров очень хороша для любого цвета кожи для любого цвета типа я буду использовать больше вот раз два три вот эти вот цвета ну и посмотрим может быть вот этот еще мне будет подходить на самом деле с этой палеткой я пока на вы я ее несколько раз брала в косметичке месяца но использовала крайне редко поэтому в этом месяце буду ей уделять большее внимание специально больше ничего не взяла из корректоров взяла только ее одно чтобы ей поиграться и все-таки подружиться с ней потому что побаиваюсь перфект крем для лица совершенства мгновенное выравнивание это очень хороший перфектор он силиконовой такой текстурой такой вот он интересный очень хорошо все неровности на лице выравнивает вот просто гладким становится поверхность гладкой гладкой я не знаю мне кажется даже сейчас видно что руки нет ни одной вмятинки сразу ни одной складочки то есть настолько он классный особенно мне нравится как он работает на крыльях носа если там есть какие-то поры то после тонального средства которые наносишь на этот как на эту базу там можно так сказать вообще идеально все становится приятный парфюмированный такой даже достаточно яркий аромат у него два тональных средства в этом месяце взяла один от и фраше другой от эйвон от эйвон я взяла с целью может быть добить или по крайней мере чтобы он у меня немножко под уменьшился это сиси крем оттенок нюд идет spf 20 в нем у меня было два терка 1 уже я закончила и вот остался еще нюдовый хочу его немножечко уже потратить он достаточно такой светлее чем вот будет второй крем хорошо подстраивается хорошо ложится на лицо сильные недостатки не спрячет но на выровненном лице делает кожу достаточно красивый у меня возрастная кожа он ее даже делает вот вместе с этим как-то вот моложе такой хороший крем беспроблемный я с ним вообще не знаю чтобы я там с ним как-то старалась или он меня подводил хороший крем и второй крем от и фраше 6 в одном это подарок так цвет не вижу а ну вот цвет так медиум да вроде он темнее в этом креме 50 кстати миллилитров а в этом а в этом 30 было этот темнее но я буду вам показывать сверху не буду я уже разные руки использовать вы знаете на первый взгляд темней но подстраиваться я сейчас слишком много сил щедрой рукой он тоже хорошо подстраивается но немножко легкий легкий загар все равно оставляет на лице поэтому я это всегда учитываю и в область шеи с этим кремом я тоже захватываю но вот если вы смотрите все равно видно что он подстраивается ну что тут ранилась вот рука стала прям совсем хорошенькая красивая вот этим тремя средствами я буду в марте месяце украшать свое лицо брови неизменная палетка от эйвен боевая у меня в запасе еще одна такая отличная палетка это из двух там цветов темная soft brown поэтому это палетка у меня из месяца в месяц для скульптурирования я взяла мастер скульпт в первом оттенке вот light мы идем да здесь написано вы знаете вот эта палетка ей не переборщишь у нее вот здесь есть вот так я уж не буду зеркало и вот такая кисть она у меня девственно чистый осталось так вот ни разу я и не не использовалась не знаю даже может быть она и хороша своими кистями пользуюсь вы знаете вот тут немножко сложноватый сам хайлайтер давайте вот здесь покажу видите бронзером не переборщишь я не очень умею контурировать лицо поэтому для меня это хороший вариант хайлайтер он в золото уходит и поэтому он хорошим но мне по крайней мере он больше нравится не на скулы наносить подбровь и на все подвижное веко я его больше использую как тени вот такая палетка вообще очень хорошая мне она нравится и мне нравится что с ней не испортишь макияж следующее давайте я покажу 2 2 пудры которые я выбрала в этом месяце это дешевые два варианта первый верими не знаю когда уж я ее добью я все надеюсь ее добить может быть в этом месяце у меня получится она плохо уже набирается но вы знаете вот вот эти беспроблемные 2 2 тональных средства она припудривает ее много не надо она прямо совсем немножко набирается и если есть какой-то блеск то она убирает поэтому буду ее использовать вот с этой я попробую очередной раз подружиться но что мы никак она очень светлая она приятно на уход на ощупь очень приятная как мел но она очень светлая и я ее на лице иногда вижу именно эту пудру я буду вот с этим тональным средством использовать когда нужно чтобы не было заметно что крем чуть-чуть темноват ее хорошо использовать и кистью и этим спонжем я тоже использую его так народ название далее это показала это показала румяна 1 румяна от мэри кэй эти румяна они же пудра у них так называются очень красивые я их тоже использую порой как тени под бровку очень красивые либо как хайлайтер немножко они очень красиво наносятся и на губы как такая помада и слегка слегка если надо где-то вот над губой над верхней вместо хайлайтера чуть-чуть сделать светящийся эффект то вот они подходят и вот эта новая палетка от эйвен там я надеюсь видно тут название это румяна у меня новенькие вот так они выглядят большое прям панорамное такое зеркало на первый взгляд румяна кажутся с блестками но эти блестки на лице незаметны слива по моему оттенок называется и вы знаете он действительно он не ложится таким вот в сливу уходящим цветом тень такая сливовая красивый мне нравится красивый румянец получается по крайней мере на моей коже смотрится действительно красиво специально переборщиваю чтобы вам было видно какой цвет вот с удовольствием буду пользоваться вот эта кисть абсолютно к нему не подходит на эту кисть если наберете то буквально пятном мазком положите на лицо кисть должна быть мягкая эта кисть жестковатая она не подходит под эти румяна далее сейчас я немножко тут со сводчами разберусь голодный стёпа пришел сейчас будет хрустеть своими патронами мы называем его корм сухой патронами так дальше давайте вот здесь пошуршим база под тени в этом месяце от essence вот это она очень хорошо брат такой цвет неинтересный видите желтоватый но она хорошо выравнивает века на нее ложатся легко тени и хорошо держатся прям вообще она такая беспроблемная я ее немножечко под потеряла и нашла тут в косметике тушь у меня остается от faberlic эту тушь я очень люблю 52 61 оттенок она уже начинает чуть-чуть подсыхать я активно пользуюсь и в этом месяце я открыла новенькую тушь такая вот малышка к сожалению я не знаю название это мне недавно оленька ткачева прислала прямо несколько миниатюр разных хороших тушей и я вот начала ими пользоваться первую вот эту открыла сегодня я с этой тушью ходила она очень свежая очень такая интересная щеточка хорошо подкручивает реснички понравилась метод тушь но один раз я ей только пользовалась она еще раз красится хорошие вот эти две цветные туши я сейчас показывать не буду они из косметички в косметичку переходит вот этот пен сабо зеленоватый она уже почти подсохла может быть последний месяц она у меня еще по фигурирует в риме это я уже сто раз сказала что это неубиваемый вариант ничего и не делается она у меня два кода но ее уже стала единственная действительно меньше и я ее надеюсь что в этом году летом все-таки она у меня добьется или мы с ней расстанемся отличная тушь она оправдала все что можно было на нее возложить какие надежды все все она оправдала так что у нас по карандашам слишком много карандаши у меня в эти месяцы оказалось взяты не знаю почему наверное я не все просто убрала с прошлого месяца пожадничала хочу поиспользовать еще раз вот этот каял в прошлом месяце я немножко тут повредила наконечник это от моряка и название не знаю по-другому с этой стороны вот такой коричневый каял идет золотистыми такими блестками вот видно наверно вот он такой вот маленький весь сам по себе а с этой стороны вот такой stick это тени давайте вам покажу как они вместе смотрятся вот так красиво буду я это использовать следующая тоже взяла от мэри кей вот с таким названием карандаш он тоже идет в золоте эти все так в тему получается сюда его от иван зеленый толстенький такой карандашик тоже тени в таком цвете такой яркий я его взяла вот к этой вот к туши от вивьен сабу которая давайте так поближе немножко подкатимся к нам так дальше коричневый карандаш от иван из месяца в месяц у меня тоже фигурируют браво браво шутка вы такой красивый прямо смотрите все переливается так красиво хотя его можно было не брать потому что коричневый я вот этот каял взяла но они немножко разные это такой темно-коричневый но попробую этим тем каким получится тем и буду рисовать и еще один вот такой где цвет вот он цвет этот я очень люблю он у меня тоже практически из месяца в месяц перебегает из косметички в косметичку тоже от иван люблю я от иван вот эти карандаши они у меня прямо любимые от фаберлик был такой карандаш ай-то ай я не буду говорить название коды их уже тут его и нет уже вот такой вот но красивый если я синий тушью буду пользоваться мне этот карандашик будет нужен в помощь ну и 3 для 2 для губ и один вот этот на водную линию этот и фраше их знаменитый карандаш для водной линии чтобы немножко выбелить у него розовый подтон поэтому смотрится очень красиво два карандаша для губ первый давайте я вот так покажу вы уже сами поймете что это и в каком номере вот такой карандаш для губ он такой суховатый буду в этом месяце пробовать его и второй карандаш это мой любимый я его часто вам показываю в номере по моему вот 70 видно что за фирма я ее не знаю но карандаш классный я его наношу полностью на все губы и смотрится классной матовой помадой очень люблю этот цвет в помадах бы найти его ни разу не встретила вот такую прямо помаду вот такие вот получается сводчи но и черный каял из месяца в тоже у меня он гуляет он неубиваемый такой классники сюда его так сейчас я сотру руку и перейдем наверно уже к теням давайте тени в прошлом месяце я хотела использовать вот этот тройку кремовых теней но я их забыла показать и девчонки мне напомнили год света как же тени забыла и поэтому я их оставила честно в этот месяц этими color tattoo я в этом сегодня уже и пользовалась это розовый вот такое у него название 65 pink gold в общем розовое золото вот так она смотрится я очень люблю эти вот тени вот так они смотрятся сегодня я с удовольствием с ними ходила кремовые тени лучше использовать не давать им застывать потому что они портятся намного быстрее чем обычные сыпучие поэтому кремовые нельзя хранить и в риме это от oriflame две пары теней вот ими я мало пользовалась хочу в этом месяце с ними тоже посотрудничать эти вот такие они как хайлайтер прямо смотрятся очень приятный цвет и вторые в и риме наверно вот здесь лучше показывает название давайте я вот так розовые покажу какие у меня были и вот сейчас покажу вот эти серые тоже давайте покажу я ими буду в этом месяце тоже хоть много набрала тоже буду пользоваться вот такой цвет интересный надеюсь не буду про них забывать они меня будут радовать все стираю переходим к следующей палетке хочу чуть чуть быстрее показать чтобы сильно не задерживать вот это вот малышка от форес очень я люблю эти тени они у нас продаются я наверно в ближайшее время обновлю эти ну вообще эти палетки у меня их две штуки еще с зелеными хочу посвежее просто купить потому что этим уже возраст солидный больше двух лет точно они у меня поэтому их можно и обновить обожаю эту палетку вот такой красивый цвет прямо люблю очень легко переносятся они вообще не сыпятся дешевая бюджетная фирма но она очень классная поэтому я и буду пользоваться знаю где продаются обязательно схожу и куплю от и фраше вот такие однушки тоже в золотом цвете вот так вот смотрится они хорошие вот под карандаш и вот я сейчас показывала вот под эти золотые вот под этот карандаш с каялом тоже можно при коричневым красить стрелку и вот это золото использовать классный следующая палетка от мэри кей не буду показывать оттенок потому что с производства мэри кей сняли эти тени я их обожаю они у меня уже с вмятинкой вот такие красивые эта палетка на каждый день она очень красиво смотрится на глазах очень быстро делается макияж без всяких проблем не сыпется хорошо себя ведет вообще классная так вот это тоже моя любимая деваж палетка она уже тоже боевая такая так их всего было четыре оттенка и сейчас их тоже нет уже продажи спонжиками я не пользуюсь пользуюсь кистью вот здесь вот есть зеркальце я им тоже почему-то не пользуюсь никогда вот этот цвет который я вот первый набрала он немножко схож вот с форес вот с этим вот так они смотрятся вот так давайте хотя бы вот здесь я их нанесу смотрите вот этот форес и вот давайте вам даже его сравню смотрите они есть до схожесть золото уходящая в зелень только вот здесь вот больше зелени тут больше золота но они вот похожи между собой это тоже моя палетка одна из любимых уже на так с вмятинкой люблю так и еще одна палетка которую я взяла чтобы делать дневные макияжи когда нет не надо никакой яркости спокойный макияж это от стеллари вот в таком оттенке недавно подарок ко мне тоже приехал вот такие цвета спокойные сейчас я вам покажу вот такие вот очень красивый макияж получается тоже с ними вот они немножко сыпятся видите я их чуть-чуть набрала побольше их нужно осторожно вот вот такие спокойный спокойный макияж можно сделать но он в то же время нарядный вот это вот сирень которая посередине она делает какой-то праздник все равно на лице и дает свежесть весны поэтому эта палетка мне очень очень нравится ну что ж давайте по помадам хочу сказать если кто-то не видел я только-только сняла обзор всех своих помад разбиралась них делала все сводчи и поэтому сейчас сильного внимания я уделять помадам не буду например вот эта палетка в третьей части есть от oriflame классные блески которыми я пользуюсь как как помадами они похожи на лаковые помады вот это вообще это мой просто обожаемый найти бы такой такую лаковую помаду самую настоящую я не знаю в oriflame есть вот этот цвет как помада это просто бесподобный так что я сейчас повторять не буду сводчи если интересна эта палетка смотрите третью часть моего разбора помад два блеска в этом месяце я отобрала которые я буду использовать один в сумочку положу другой в косметичку 1 от буржуа в оттенке 03 вот в таком показывать буду быстро потому что только-только я все эти сводчи делала и практически все мои подписчики уже там были и посмотрели вот такой спокойный цвет и второй от люкс от иван с таким интересным спонжиком тоже хочу вот его наверное я в сумочку положу чтобы использовать когда мне нужно где-то обновить макияж губ когда в гостях или на каких-то мероприятиях следующие а вот еще один блеск затерялся этот иван color trend тоже наверно в сумку пойдет или в карман вообще чтобы тоже вот на выход его он не очень долго держится поэтому его хорошо вот пошла по магазинам погулять и нанес и как раз хватит на два часа это помада помада от фаберлик на идет вот так с кисточкой давайте вот здесь откручу закрутила очень сильно вот так она выглядит тоже я и с удовольствием пользуюсь время от времени вообще мне нравится кисточкой набирать очень оригинально вот такая красивая это тоже подарок от леночки но в косметичках вы знаете у меня почти все в подарке так от мэри кей помаду я взяла вот в таком оттенке очень красивый спокойный медовый цвет немножко уходящий в коричневый а на губах смотрится очень натурально так показываю быстро чтобы уже не задерживать тоже показала ты иван помада которые я когда-то потеряла потом нашла в своих сумочках тоже хочу в этом месяце ее использовать потому что ее надо уже как можно быстрее использовать и скоро я с ней расстанусь новинка эту я вам покажу потому что вы его это новинка вот такой красивый оттенок обожаю всю вот эту линейку ложится прекрасно с одного касания на губах смотрится прекрасно это помада прямо вот эйвен молодцы здорово вы ее сделали добавляйте еще цветов будем брать от рефлейм вот таком красивом оттенке тоже я ее вам показывала в третьей части моего разбора блесков и во второй части тоже она была вот такая красивая она идет как блеск на губах только не липкая ложится прям очень очень красиво от стеллари номер 32 подиум это серия подиум них она такая без блесточек вот такая спокойная красивая помада и последнюю помаду которая в этом месяце отобрала 4599 вот такой спокойный нют уходящий в розовый вот такой еще вот такие помады в этом месяце у меня будут и блески что-то уйдет сейчас сумку что-то около рабочего стола что-то в косметичку и в итоге и плюс вот это вот палетка сводчи который можно посмотреть будет в том ролике потому что если я сейчас сводчи опять сделаю всех цветов то у меня от палетки ничего не останется все уйдет на сводчи все вот такая косметичка в этом месяце у меня очень я ей довольна буду с огромным удовольствием пользоваться пока я болела 10 дней я косметикой не пользовалась и очень-очень соскучилась поэтому сегодняшнего дня я уже довольна и вся в макияже была в розовом наконец-то выздоравливаю спасибо всем за внимание надеюсь со мной было интересно и в этом месяце посмотрели с удовольствием мою косметичку всем до новых встреч и всем пока